Французское виноделие – это настоящее море без дна. Можно бросить в него якорь, но глубину определить все равно вряд ли получится. Можно читать, обозревать, описывать, дегустировать, но всегда найдется скрытая тема, которую упустили лично вы или даже профессиональные комьюнити, занимающиеся темой вина всю жизнь. Просто Франция – это самая винная страна в мире, в которой вино всегда связано с культурой и историей. Вообще трудно найти тему во Франции, которая была бы, не была бы связана с культурой или вином, или историей. Французское вино обладает мощной идентичностью. У Франции, по выражению главного французского историка 20 века Фернана Броделя, тысяча лиц. Своё лицо у каждой провинции, у каждой винодельской провинции свои сорта винограда и своя специализация. Здесь все все знают о Теруаре и твердо в него верят, снисходительно поглядывая на тех, кто считает вино просто алкогольным напитком или просто бизнесом. Конечно, ведь это именно французы, перенявшие винодель от греков и римлян, научились делать его в прохладных географических зонах. Франция – это пазл географических зон, сортов винограда и тысяч наименований вин. Здесь даже винные бочки называются в каждом регионе по-разному и вмещают разный объем вина. При этом Франция очень логична и строга ко всему, что касается вина. И на деле здесь строго контролируема. Любая винная классификация во Франции – это священная корова, с ней не нужно заигрывать, ее нужно выполнять. Поэтому время винного креатива закончилось во Франции лет сто назад. Сегодня время конкуренции и удержания высоких позиций. Последние десятилетия Францию на международном рынке очень теснят. Италия, Испания и Новый свет. И все это выглядит иронией судьбы, потому что все эти страны в свое время заимствовали во Франции и методы производства, и сорта винограда. Понятие международные сорта винограда состоит в основном из французских сортов винограда. Да и вообще все фундаментальные винные понятия и термины имеют французское происхождение. Пелосион, Тюруар, Ассамбляж, Мелизим, Букет и т.д. Чтобы понять все о красных винах, нужно взять пять знаковых французских образцов, выяснить их ключевые особенности и потом проследить, как эти главные идеи реализуются в разных точках планеты французскими конкурентами. Стандарт красных вин это Бордо и Бургундия, стандарт белых это Бургундия, розовых Прованс, игристых Шампань, сладких Сатерн и т.д. Итак, мы обрисовали только некоторые темы, которые собираемся затронуть в нашем винном курсе о Франции. Франция так необъятна, что ее изучение мы решили разделить на две части. И это в общих чертах совпадает с французской виногеографией условным югом и условным севером, потому что у Франции есть две главных точки притяжения. Это Бордо, символизирующая юг, и Бургундия, символизирующая север. Это две противоположности и два исторических конкурента, на единстве которых и основана винная репутация Франции. Начать мы решили с юга, с Бордо, потому что именно на юге зародилось французское виноделие. Сначала в VI веке до н.э. виноградники появились в Провансе, потом в Лангедоке, далее в Долинероне и чуть позже в Бордо, а еще позже в Долине Луары и в Бургундии, а позже всех в Шампании. Следуя этой логике, мы решили поделить все винодельские регионы Франции на две группы. Юг Бордо, юго-запад Долинероне, Прованс, Лангедок, Русильон и север Бургундия, Шампань, Эльзас, Долина Луары, Жура, Савая. Юг Франции это влияние Средиземноморья и Атлантики. Это ряд солнечных регионов, где виноград вызревает без особых проблем. На этом фоне Бордо очень отличается от своих ближайших соседей. В Бордо главную роль играет Атлантика. Здесь также климат мягкий, но здесь очень и очень высокая влажность. А это не самый лучший фактор виноделии. Как же Бордо стал великим? На чем основывается слава его вин, если в здешнем климате сложно вызревает даже ключевой для Бордо сорт винограда Кабарне Савиньон. Да, мы собрали ответы на все эти вопросы в первой части нашего курса. И здесь нет второстепенных моментов. История, география, климат, виноград, торговые артерии, коммерция, винная критика, респектабельность образа, апелласьоны, современный рынок. Все это очень важно в вопросе Бордо. Север Франции это влияние Атлантики и Ла-Манша. Это совсем другой холодный мир. Шампань это вообще северная точка французского виноделия, выше которой виноград просто не вызревает. Но южнее Шампани лежит Бургундия. И это минимальное преимущество позволяет здесь выращивать не просто виноград, а красный виноград. Красное вино сделано в холодном климате это явление в мировом виноделии. Это то, на чем основана величина, если их эти величия Бургундии. Красный пенонуар и белый шардоне это две стороны одной Бургундии. И это совсем не то, что вы увидите в Бордо. Элегантном, но очень насыщенном в сравнении с Бургундией. Теруарность это второе имя Бургундии. Понятие теруара создали средневековые бургундские монахи. С тех самых пор Бургундия крепко вгрызается в свои холодные почвы, получая вина с нестандартным набором ароматов. Может быть самым нестандартным на планете. В итоге, юг, север Бордо, Бургундия делают великолепные, иногда просто гениальные вина. Но специфика Франции такова, что во Франции нужно обращать внимание не только на то, что содержится в бутылке, но и на то, что эту бутылку окружает. Франция трендсеттер во всем, что касается культуры, общества и стиля жизни. Во Франции даже путь к сердцу мужчины, по выражению Андреа Муроа, лежит через его ум. Это главное открытие, которое делают для себя многие, ближе познакомившись с Францией. Итак, бутылка французской вина – это путешествие в регион, где она была сделана. Во Франции 13 винодельских регионов, каждый со своей географией и вытекающей из нее специализацией. Виноделие – вторая по значимости отрасль экономики Франции. Это вторая строка экспорта после Airbus. Средняя стоимость французского вина самая высокая не только в Европе, но и во всем мире. И об этом ценообразовании, у которого всегда есть своя аудитория, мы тоже рассказываем в нашем курсе. Франция в целом – это совсем не бюджетные вина, а бордо и бургундия – это еще и не вина на каждый день. Поэтому у этих двух типов французского виноделия существует масса дженериков по всему миру. И мы расскажем, что есть такого в бордо и что есть такого в бургундии, чего нет во всех этих последователей. Если вы освоите бордо, то без труда, наверное, освоите и бургундию. Не потому что после бордо уже не страшно ничего, а потому что бургундия – полная противоположность бордо. Все, что есть в бордо, можно переворачивать с ног на голову и получится бургундия. Так они неразрывно и существуют, прекрасные в своей конкуренции и в своей непохожести. Но Франция – это не только бордо и не только бургундия. Это еще и долина Роны, Прованс, долина Луары, Эльзас и Шампань. Каждому из этих регионов в нашем курсе из двух частей будет посвящена отдельная глава или отдельный урок. Построена по тому же исчерпывающему принципу – история, география, климат, виноград, апелласьон, винная критика и современный рынок. Именно так складывается картина страны, у которой есть три моря, 13 винных регионов, с десяток важнейших рек, 5 горных массивов и 6 миллиардов бутылок вина. Для нас с вами всех. Субтитры создавал DimaTorzok